Уникальный документ, кусочек большой исторической мозаики, чуть не сожгли рабочие. Эту невзрачную папку нашли в куче бумаг при сносе деревянного дома на Садовой. Через несколько лет документы попали в музей Алабина. В папке, датированной 1918 годом, оказались записки и письма директора Самарского городского музея Фёдора Яковлева и мецената Константина Головкина. В начале 20 века они проводили раскопки на месте Барбашинского могильника. Сейчас там девятая просека и жилые дома, а в XIII-XIV веках были мордовские захоронения. В музее сохранилась коллекция из раскопок. Судя по всему, мы знали, что было раскопано больше десятка погребений. Но что это за захоронения, какими именно предметами они сопровождались, что именно находилось в каждом погребении, этого мы и знали. Найденные документы многое объяснили, сложили археологические кусочки в единое целое. На Барбашинском могильнике Фёдор Яковлев и Константин Головкин нашли не только мордовские захоронения, но и погребения человека с конём. Такой ритуал был характерен для представителей Золотой Орды. Путь в неё лежал как раз через территорию современной Самары. А самое важное – это вот эти дневниковые записи. Здесь видите погребение, есть номер погребения. Вот как раз из этих зачерканных строчек дополняется ещё та информация, которая мне оказалась ни в публикации, ни в том, что должно было остаться. Это памятник о памятнике. Даже бумага, на которой археологи делали записи – историческая ценность. Об истории края на Волжской Луке, о работе своих коллег начала 20 века Дмитрий Сташенков рассказывает слушателям Самарского Лектория. Признаюсь, даже, наверное, покаюсь, что с этой историей не так близко знакомы. И сегодня есть вот эта уникальная возможность узнать эту историю поближе и получше. В археологии чем больше находок, тем больше вопросов. Ответы на них самарские учёные будут искать и дальше, чтобы собрать археологическую мозаику в книге о древнейшей истории Самарского края. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События.